Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы Акцент. Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня у нас в студии советник ректора Казанского федерального университета по вопросам медицинского образования и исследований в этой сфере Адель Юнусович Вафин. Добрый день, спасибо, что нашли время прийти в студию. Повод для нашей встречи, как мы уже с вами говорили до эфира, достаточно простой. День в день прошло 4 месяца после того, как 28 февраля ректор представил вас на ежедневном совещании руководителя основных структурных подразделений университета. И тогда же Ильшат Равказович Гафуров сообщил, как он видит вашу деятельность здесь. Я так думаю, что это было все-таки согласовано и с вами. И основные направления это университетская клиника, это медицинская техника, инженерная часть создания, ну и то, что мы называем трансляционной медициной. Понятно, что рассчитывали на и ваши знания обширные, и на ваш опыт, и на ваши связи, которые были наработаны на министерском посту. И в то же время понятно было, что есть проректор по медико-биологическому направлению Киасов Андрей Павлович, есть главврач университетской клиники Абашев. И вы со своим авторитетом приходите, вот здесь не возникло никаких психологических таких моментов, что кто-то, возможно, ощутил неловкость, какое-то давление. Как вы ощутили себя, вот войдя в университет в качестве не высокого гостя, а сотрудника, одного из сотрудников? Ну, я могу сказать, что я с первых дней вообще ощутил на себе очень комфортную атмосферу, атмосферу в коллективе. Ну, во-первых, многих из проректоров, заведующих кафедрами, директоров институтов я знал прежде по работе. И это мне, наверное, помогало. Во-вторых, все-таки проект создания университетской клиники, это был наш совместный с ректором проект, он был мной поддержан, когда я работал министром. И я сегодня убежден в том, что у этого проекта очень большой потенциал. И опыт лучших мировых клиник показывает, что три кита, на которых держатся самые успешные клиники, это концентрация на пациенте, базовый принцип, это исследование и это образование. Образование как способ, наверное, и привлечь лучших кадров, и как способ обновления кадров, и формирования именно конкурентных преимуществ. Поэтому этот период, он как раз был большей частью занят формированием стратегии и развития университетской клиники, и развития медицинского образования. Поэтому университетская клиника очень динамично развивается, мы очень часто получаем информацию о том, что внедряются новые методы диагностики, лечения. Совсем скоро откроется поликлиника на Вишневского после своей модернизации, и это будет лучший амбулаторный центр с самыми большими возможностями. И здесь удалось применить свой опыт, мы будем исследовать сосуды сердца на компьютерном томографе, мы будем проводить виртуальную колоноскопию для диагностики новообразования толстого кишечника, мы будем исследовать легкие. Это все наши технологические конкурентные преимущества, но и это очень важно на современном этапе, потому что все самое современное, самое передовое должно появляться в университетской клинике. Так во всем мире. Анатолий Иванович, извините, одно уточнение технического характера. Вы сейчас упомянули о виртуальной колоноскопии. Это как? Это колоноскопия на компьютерном томографе. То есть никаких проникновений не понадобится, что ли? Проникновений нет. Вы знаете, работая министром, я настоятельно просто требовал и ставил задачу, чтобы сделать центры безболевых эндоскопических исследований. Вы знаете, у нас очень профессиональные врачи, и сама по себе процедура является барьером для определенной категории больных. Конечно, да, и психологические, и физиологические. Но наши профессиональные доктора, которые сделали не одну сотню этих исследований, они всегда меня успокаивали и говорили, да что, Анатолий Иванович, и так не больно. Но, тем не менее, такие центры уже открылись, работают и в Казани, в Набережных Челнах, в Нижнекамске, в Альметьевске. Мы должны снимать барьеры, мы должны мотивировать наших граждан проходить профилактический осмотр. Очень хорошо. Но это была частность, я вернусь к общему. Вот вы сейчас очень, я бы сказал, заинтересованы и с чувством рассказывали о прогрессии университетской клиники, да, о том, что вот она превращается, или уже, можно сказать, отчасти превратилась в такой высококлассный европейский уровень лечебно-научно-исследовательское, в первую очередь, конечно, лечебное учреждение. Но, если я правильно понимаю ситуацию, в пору, когда вы были министром здравоохранения, вы очень большие усилия и самые разнообразные предпринимали для того, чтобы примерно таким же центром стал МКДЦ. И теперь вы в университете создаете фактически, это же конкурентные, получается, два? Знаете, я вам более того скажу, приоткрою секрет. Давайте. Когда создавалась МКДЦ, ее создателем в ее стратегии прописывалась университетская клиника. А, в составе МКДЦ. Совершенно верно. Очень интересно. То есть, развитие клиники, передовой клиники, лучшей клиники, оно, конечно, предусматривает и исследование, и образование. То, с чего я начал. Ну да. И я могу сказать с уверенностью в том, что, вы знаете, как наши коллеги оценивают здравоохранение республики? Коллеги из-за пределов республики? Коллеги из других регионов. Так. Просто пример. Герой труда России, один из ведущих и талантливых, и организаторов, и таракальных хирургов, Владимир Алексеевич Парханов, своему главному специалисту, кардиологу региона, сказал, Вот, посмотри, то, что мы делаем у себя в Краснодаре, в Татарстане делают, и в Найберных Челнах, и в Альметьевске. И, на самом деле, система, она тогда и система, когда что-то передовое реализуется не только в одной клинике, а есть система оказания медицинской помощи. Поэтому здесь, я думаю, что каждая клиника занимает свое место. И, ну, университетской клинике шире профиль, есть акушерство и гинекология, в МКДЦ этого нет. Поэтому межрегиональный клиник и диагностический центр, он действительно по своему профилю очень активно развивается и внедряя самые современные технологии. Но, наверное, именно своевременность решения создания МКДЦ, а у истоков стоял первый президент, это его было решение, Митим Шаймиев, наверное, позволили сегодня развитие кардиохирургию медсанчастика ФУ, потому что специалисты-то пришли уже подготовленные, с командой. Целая команда, да, из МКДЦ. И вот в этом есть преимущество, потому что, знаете, когда мы проводили модернизацию с министром Фараховым в 2011-2012 годах, очень много говорили по России, что покупают оборудование, нет специалистов. Модернизация в Татарстане к тому моменту уже была проведена в 2006 году, то самое очень знаковое и важное решение было для отрасли. Оно было принято при министре Зейдинове Камиль Шагарыче, когда семь ведущих центров получили средства на модернизацию, они были оснащены и тогда начали осваивать высокие медицинские технологии. Понимаете, к 2011-2012 годах у нас уже тиражировались высокие медицинские технологии. И самое главное, были уже кадры. Да, пожалуй, это главное, чтобы было кому работать на том самом современном оборудовании. Еще один вопрос из той же отрасли. Уж извините, что я на этом делаю акцент, как-то это педалирую. Но не могу я этого не спросить о неких психологических фрустрациях. Вы выпускник КГМУ. Понятно, что многие десятилетия КГМУ был как институт. Там сейчас это университет. Кузницы кадров для здравоохранения. И практиков, и исследователей. И несколько лет назад возродилось это направление медицинское, медико-биологическое, если быть точным, в федеральном университете. Ну, собственно говоря, когда-то от университета ведь и отпочковалось это, да, в 30-е годы. То есть, в каком-то смысле здесь история как принято, как и положено, да, пошла по кругу. Но на новом уровне, да, новые качества. Опять же, вот, насколько это полезно с вашей точки зрения, я сейчас к вам не как к советнику ректора даже обращаюсь, а как к человеку все-таки с министерским опытом, да, к человеку, который был министром. Что возникают две конкурирующие структуры на достаточно небольшой такой полянке. И я, насколько могу судить, по некоторым направлениям, поправьте меня, если я ошибусь, по-моему, в частности, вот в стоматологии сейчас конкурс в Институт фундаментальной медицины и биологии федерального университета больше и требование жестче преподавания, чем в КГМУ. Это плюс, это неизбежный процесс или это до некоторой степени вот та конкуренция, которая не столько помогает, сколько усложняет процессы, в том числе и процессы подготовки кадров? Вы знаете, я считаю, что и это решение было тоже своевременно, потому что сегодня уже очевидно, что развитие медицинской науки за последние десять лет, оно колоссально. И это большое достижение, то, что сегодня в части фундаментальных исследований та инструментальная база, кадровые ресурсы, которые сегодня есть, те специалисты, которые работают в научно-исследовательских лабораториях Института фундаментальной медицины и биологии, они сегодня, это позволяет сказать сегодня, что мы исследования не только можем проводить на мировом уровне, но мы их и проводим на мировом уровне, понимаете? В том числе в коллаборации с ведущими учеными. Просто открытия в медицине сегодня, они идут на стыке разных специальностей, наук, научных направлений, предметов. И, ну, мы не так давно были в Стэнфорде, и профессор, физик нам рассказывал, как он пришел и как он сделал открытие прибор, который за 20 минут определяет, вирусная это инфекция или не вирусная, какая это вирусная инфекция, и не надо ждать 5 часов. Понимаете, как бы задачи сегодня могут формулировать врачи, но их решение может быть за химиками, за физиками, за биологами. Посмотрите, как биологическая наука развивается, генетика. И нельзя, скажем так, делать задачу лечения человека примитивной, вовсе нет. Сегодня мы говорим о персонализированной медицине, о предиктивной медицине, о партиципативной медицине, понимаете? И действительно, сегодня можно просчитывать и исследовать риски возникновения заболеваний. И такие работы ведутся, когда есть совместная работа с республиканским клиническим онкологическим диспансером, с институтом Рикен, когда работа ведется по выявлению наследственных раков, и это рак молочной железы, рак яичника. И более того, извините, что перебил даже применительно к отдельным этническим группам их особенностей. Абсолютно, потому что тот знаменитый эффект Анжелины Джоли, который в 2010 году был выявлен, он имеет особенности на территории нашего региона, поэтому имеет именно этнографические особенности. И, конечно, это надо исследовать. Международное сотрудничество должно быть не только в освоении современных методов диагностики и лечения. Безусловно, мы должны работать и работать с нашими коллегами над фундаментальными исследованиями. И эта работа сегодня в КФУ проводится, и она очень успешная. Есть сотрудничество с институтом Рекена Японии, есть сотрудничество с рядом японских научных центров, ведущих клиник. Поэтому я думаю, что это было своевременным решением и решением и ректора, и поддержкой нашего президента Рустама Нургалевича. В конечном итоге это даст нам колоссальное конкурентное преимущество по нашим возможностям. Потому что мир накапливает сейчас, в наше время, значительно быстрее информацию. Ее анализ и возможность открытия, и возможность открытия именно лечения очень серьезных заболеваний, скорость их увеличивается в разы. Я думаю, что мы стоим действительно на пороге очень революционных открытий. И пройдет не так много времени, когда мы сможем справляться и с онкологическими заболеваниями, и с наследственными заболеваниями. Поэтому это не за горами. И мы продвинемся к реализации сказок, которые существуют у всех народов, у татар, у русских, у морейцев, у дмуртов, у немцев, о неких молодильных яблоках и живой воде, которые нам подарят бессмертие. Или во всяком случае, какую-то очень большую продолжительность жизни. Я бы хотел, наверное, акцентировать внимание на том, что рассуждая на тему продолжительности жизни, специалисты, врачи, биологи и население в том числе должны помнить о том, что сейчас начинается новая эра, и новая эра вовлеченности человека в вопросы сохранения своего здоровья. И в этом вопросе университетские центры должны, конечно, сыграть свою роль. Потому что это уже не санитарно-просветительская работа, это знания, которые мы должны нести в массу. Знания по здоровью и сбережению, знания по формированию полезных привычек, знания по контролю факторов риска. И я всегда был сторонником этого подхода, этих технологий. И даже за это непродолжительное время нам удалось с нашими голландскими партнерами начать работу над формированием технологической платформы профилактической медицины. Это то, что доказало свою эффективность в Нидерландах, когда человек, у которого есть определенные отклонения, но нет еще диагноза сердечно-сосудистого заболевания, сахарного диабета, других заболеваний, он работает вместе со своим врачом над минимизацией факторов риска, над коррекцией показателей, и в конечном итоге он не приходит к своему диагнозу. Вот это самая главная задача, именно предупреждающей медицины, понимаете, превентивной, предупреждающей медицины. Медицина, которая включает в себя вовлеченность. Я просто приведу пример. Сегодня с утра я прогулялся по Кремлевской набережной. На данный момент времени, а время еще только 16.30, у меня уже 12 тысяч шагов. То есть я свою норму уже выполнил. И мое давление с утра было 126 на 70. И это человек, который имел не так давно лишний вес плюс 18 килограммов, замечания от президента, постоянный регулярный прием лекарственного препарата для понижения уровня артериального давления. У человека всегда есть выбор. Либо ты пьешь лекарство и снимаешь нагрузку со своего сердца, снижая уровень артериального давления, либо ты работаешь над формированием полезных привычек, снижаешь свой вес, повышаешь физическую активность, и тогда ты можешь отказаться от лекарства. Потому что доказано, есть прямая зависимость между лишним весом и уровнем артериального давления. Каждый килограмм лишнего веса плюс 1 миллиметр ртутного столба. Казалось бы, эти знания уже давно существуют, но в большинстве своем население, конечно, не прислушивается к советам и рекомендациям специалистов. И это наводит меня на мысль, что значит мы не умеем эти рекомендации давать, значит мы не умеем убеждать, значит наша сила убеждения не настолько велика, чтобы человека смотивировать. Тут еще эта пресловутая ментальность, это трудно перевернуть все за год, тем более там за считанные месяцы. Но вы очень интересно рассказали о проекте с голландцами, и главное, вы меня поразили своим собственным примером. Я сколько вас помню, я что-то не помню, чтобы у вас был уж такой запредельный лишний вес. Может быть не бросалось в глаза? Вы знаете, нет, как раз-то бросалось в глаза, и в комментариях я слышал, о, его лицо уже не помещается в кадр. Вот как. Да. Ну, сейчас прекрасно помещается. Анатолий Иванович, подводя итоги, вот у нас потихонечку время истекает, в нашем эфире очень интересно рассказывали о том, что вас волнует, и понятно, и видно, что это вас волнует. В двух словах, я так понимаю, я вот за вас подведу итог, можно сказать, что в принципе вы удовлетворены тем временем, которое провели в стенах Казанского федерального университета, и тем, что удалось сделать. Да, нет, да? Да. А теперь я хочу обратиться непосредственно к телезрителям. Я думаю, что наиболее внимательные и в каком-то смысле въедливые обратили внимание, что у нас не совсем юбилейный на самом деле повод, потому что что такое 4 месяца, да? Почему мы вдруг взялись здесь под телекамеры подводить некие итоги? Причина очень проста. Здесь уже, наверное, нет секрета. Во всяком случае, я его сейчас раскрою. Адель Юнусович Вафин оставляет стены Казанского федерального университета и переходит, или, если угодно, переезжает на работу в Москву. Я понимаю, что есть вещи достаточно деликатные, и даже, может быть, какие-то суеверия определенные, но то, что можно, куда, зачем, на какое направление? Ну, в Москву, на медицинское направление. Это не государственный сектор? Это не государственный сектор, но следует, наверное, отметить, что действительно за последние годы, за последние 10 лет очень активно развивается негосударственный сектор здравоохранения, и он не только становится очень технологичным, он привлекает лучших кадров, и у частного сектора здравоохранения есть такие возможности привлекать лидеров направлений, обновлять свои ресурсные возможности. Но по ряду направлений даже, если мы, например, возьмем протонную терапию, она представлена только в частном секторе, в России. Единственный центр – это Санкт-Петербург. Сейчас вас потихонечку начнут вычислять. Давайте не будем углубляться. Вы можете назвать структуру или не хотите ее пока называть? Я бы пока не стал называть, но один из лидеров рынка негосударственного сектора здравоохранения. В фармации, медицинские услуги. Медицинские услуги. И вот здесь мне бы хотелось, наверное, особенно отметить, что в то время, которое я работал в Казанском федеральном университете, мне удалось понять, каковы же сегодня возможности в части развития исследовательской деятельности. И вот в этой части, конечно, как любая организация которая хочет быть конкурентной в будущем сегодня. И эта структура очень активно развивает исследовательское направление. Поэтому сотрудничество с Казанским федеральным университетом будет продолжено. Это очень важно. И я думаю, что еще много совместных, интересных и очень полезных важных проектов с Казанским федеральным университетом будет сделано. Поэтому я очень благодарен коллективу. Я очень благодарен за ту атмосферу, которая позволяет сегодня комфортно работать с максимальной отдачей. Ну и за ту командную работу, которая сегодня есть в университете. Ну и, конечно, особые слова благодарности ректору, потому что у Казанского федерального университета очень сильный лидер. И это я почувствовал с первых дней. И очень мощная команда. Команда высокоинтеллектуальных профессионалов своего дела, которые действительно работают сегодня на уровне ведущих мировых научных центров, используя самые современные методы исследований, научных направлений, развивают здесь, в стенах Казанского федерального университета. Поэтому, ну, собственно говоря, эти контакты, они были и на прежней работе. Я видел отношение наших зарубежных партнеров к ним. И, ну, это дорогого стоят люди сегодня. Вот во всех направлениях, особенно в медицине, это самый дорогой потенциал, который сегодня есть. И это то, что, конечно, определяет конкурентные преимущества университетам. Андрей Ильич, большое вам спасибо за встречу, за концовку. Вы у меня с языка сняли, конечно, вопрос о том, будут ли продолжены какие-то контакты творческие, практические с Казанским федеральным университетом. Мне остается только пожелать вам успехов и пожелать, чтобы вот то, что вы сейчас сказали, оно не осталось такими, знаете, протокольными словами, что мы будем дружить, что это большая, которую мы не называем, не называем, хотя примерно догадываемся, большая московская структура или федеральная структура, бизнес-структура, она будет сотрудничать, и ваша позиция в ней позволит это сотрудничество налаживать, укреплять, развивать и поддерживать. Вы знаете, я думаю, что это очень сложно выразить словами, но вот тот дух, который есть в университете, он создан более чем за 200 лет, и я даже когда, я аспирантуру проходил на университетской 14, это во дворе университета, где кафедра гистологии, физиологии, и понимаете, когда даже я поднимался с лаборатории по этим стоптанным лестницам, я чувствовал вот особую атмосферу, и на самом деле вот это ко многому обязывает, это и абсолютно искреннее желание внести свой вклад вот в то, что когда-то 200 лет назад лучшие со всего мира приезжали и делали открытие, которое мир использует сегодня, понимаете, то есть, ну, это школа, это школа. Дай бог, спасибо вам еще раз, я напомню, что у нас в гостях сегодня в программе Акцел был Адель Юнусович Вафин, до сегодняшнего дня советник ректора Казанского федерального университета по вопросам медицины, медико-биологического кластера университета, с завтрашнего дня топ-менеджер одной из ведущих федеральных бизнес-структур, которые связаны со здравоохранением в том числе, и с надеждой на продолжение контактов, сотрудничества и человеческих отношений. Спасибо вам большое за внимание, до новых встреч!